Добрый вечер! Мы начинаем вторую часть концерта. Сегодня вы услышите двух поэтов Фёдора Тютчева и Максимилиана Волошина. Первое отделение будет небольшим. Мы покажем вам сейчас три стихотворения Фёдора Тютчева. Это небольшая программа, поэтому мы не можем назвать её «Разговор с Тютчевым». Однако мы можем попытаться услышать его голос. Голос поэта из эпохи, который отстоит уже от нас почти на 200 лет. Поэта, которого тем не менее волновали те же вопросы, что и нас сегодня. Мы переживаем сейчас непростые времена, заставляющие нас с тревогой вглядываться в будущее. Первое короткое стихотворение посвящено России. Его знают, наверное, просто все. Что делать, когда все попытки понять оказываются тщетными? Но нас даётся только верить. Фёдор Тютчев. Вом России мы поняли. Фёдор Тютчев. Фёдор Тютчев. Фёдор Тютчев. Умом Россию не понять, Аршином общим не измерить, У ней особенная стать. В России можно только верить. Из Откровения святого Иоанна Богослова, Глава двадцать вторая «И увидит лицо его, И имя его будет на челах их». Фёдор Тючев «Последний катаклизм». Когда пробьёт последний час природы, Состав частей разрушится земных. Всё зримое опять накроют воды. И Божий век изобразится в них. Аминь. 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 Величайший древнеримский оратор Фёдор Тючев «Последний катаклизм» Сетовал, что родился слишком поздно, Накануне гибели республиканского строя в Риме. Фёдор Тючев «Последний катаклизм» Фёдор Тючев «Последний катаклизм» Оратор Римский говорил, Средь бури гражданских и тревоги Я поздно встал и на дороге Застигнут ночью Рима был. Так, но прощаясь с римской славой, С капиталистской высоты, Во всём величии видел ты Закат звезды её кровавой. Блажен, кто посетил сей мир, В его минуты роковые, Его призвали все благие, Как собеседника на пир. Он их высоких зрелищ зритель, Он в их совет допущен был, И заживо, как небожитель, И с чаши их без смерти пил. И с чаши их без смерти пил. Продолжение следует...